Мастер и Маргарита Приносили ли инки своим богам кровавые жертвы? Была ли их земля действительно наполнена золотом? И почему испанским конкистадорам удалось покорить такой гордый и древний народ за такое короткое время? Ответы на эти вопросы еще в 16 веке пытались дать хронисты и историки. Инка Гарселаса де Лавега. У нас в гостях историки Владимир Ведюшкин, здравствуйте, и Александр Сафронов, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Сафронов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор диссертации «Государство майя западного региона в классический период» и 15 статей по истории древних майя. Владимир Ведюшкин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук, автор монографии и публикаций по истории испанского дворянства 15-17 веков, а также учебников и учебных посудей. Институт «Государство майя западного региона в классический период» Приступая к обсуждению персоны Инка Красиласа Головеги, нужно сказать вообще, кто такие Инки. Это вопрос достаточно такой обширный, и существует обывательская точка зрения, которая предполагает, что Инки – это те люди, которые жили в Древнем Перу в целом. Вот непосредственно перед испанским завоеванием они нацеляли значительную часть Анского Нагорья. Но в действительности инками называли очень ограниченную группу людей, которые, собственно, господствовали над тем государством, которое было создано в 15 веке в горной части Перу и распространилось на достаточно большую территорию Тихоокеанского побережья от центрального Чили до современного Эквадора на севере. До начала 15 века Инки преимущественно представляли себе небольшую общину, которая жила в Куско в городе, но представляла себе небольшое политическое образование в одной из долин, которых много в этой части Перуанского Нагорья. И когда появились сами, сама вот эта группа, община на этой территории, не очень понятно. По одним данным, это произошло где-то в 12, ну, может быть, даже чуть раньше, в 12 веке. Инки относятся к языковой группе Кечуа, и изначально были кочевыми скотоводами на Перуанском Нагорье. Затем вот в 12, может быть, в 13 веке осели в долине Куско и, собственно, стали там вести оседлый образ жизни и потихонечку расширять свое небольшое политическое образование, которое там создали. До начала 15 века это был, в общем-то, небольшой политический центр, таких было много на этой территории. И инки постоянно враждовали со своими соседями. На этой же территории было несколько десятков других подобных образований, которые также некоторые принадлежали родственным Кечуа, некоторые принадлежали людям, которые относились к Аймару, другим языковым группам. И вот где-то в начале 15 века начинается такой период активной экспансии инков. В период правления инки по имени Пачакуток или Пачакути, как его называют в разных источниках, инки разбивают союз чанков, одно из самых крупных политических образований на этой территории, в этом регионе, и начинают активные завоевательные походы, подчиняя соседние области. Сначала подчиняя долину Куско, затем подчиняя соседние области. И таким образом где-то в середине 15 века создают огромное государство. И вот бывшая община, которая жила в Куско, замкнутая община, становится такой господствующей группой, которая доминирует над всем государством. Она управляет этим государством, которое создалось за счет завоеваний. И с этого момента инками стали называть людей, которые принадлежали к этой общине, и которые занимали главенствующие позиции в созданном государстве. Среди них выбирался правитель, титул которого звучал как Сапа-инка, то есть единственный инка. И он первоначально избирался, затем власть стала переходить по наследству. И вот он как раз являлся своего рода единоличным правителем, который, собственно, и назывался, должен был называться титулом инка. А все остальные, те, кто состояли в немородстве, фактически эта община была связана общими родовыми связями, также стали носить титул инка. Гарселаса Доловега, о котором мы будем говорить, он, видимо, по материнской линии относился к этой самой родовой группе, которая как раз в период испанского завоевания очень сильно поредела, начала распадаться, особенно после того, как были поочередно казнены несколько правителей инков, особенно после смерти Атуальпы в 1532 году. И, конечно, родство Гарселаса Доловеги с этой группой полностью не подтверждено. Но, по крайней мере, считается, что его мать являлась принцессой и, возможно, кузиной, ну, то есть какой-то родственницей, не самой близкой к двум последним правителям инков, соответственно, Аскару и Атуальпа. То есть те, которые правили государством инков в период испанского завоевания. Поэтому, скорее всего, Гарселаса Доловега действительно принадлежал к этой родовой группе, мог носить титул инка, но он был представителем не центральной ветви, а какой-то боковой ветви, которая относилась к этой общине такой замкнутой. Это как бы по материнской линии, да? По отцовской линии это сын конкистадора, причем конкистадора, ну, такого достаточно видного, человека очень знатного происхождения. Род Гарселаса Доловега славился в Испании уже несколько веков к тому времени. Он был очень могущественным, разветвленным. Естественно, там были люди разного статуса, да, потому что, то есть одно дело, если это главная ветвь, другое дело, какие-то боковые ветви и младшие сыновья. Род, который прославился и на поле битвы, и которому принадлежали и видные деятели культуры средневековой Испании, Испании XVI века. В частности, каким-то старшим дальним родственником нашего Гарселаса Доловега был его тезка, полный тезка Гарселаса Доловега, который был поэтом в начале XVI века, одним из лучших испанских поэтов XVI века. Что же касается отца нашего героя, Себастьян Гарселаса Доловега, то он прибыл в Перу, ну, не с самым первым отрядом, который во главе с Франциско Писаро вторгся в Перу, захватил эту Альпу. Вот это знаменитые все эти эпизоды завоевания Перу, когда была захвачена какая-то, ну, совсем фантастическая добыча, никогда ничего подобного. По крайней мере, очень давно мировая история не знала. То есть, даже простые участники, вот те примерно 100 с чем-то человек, которые были в тот момент, когда в испанском отряде, когда было захвачено Туальпо, стали богатыми людьми. А лидеры, вожди, предводители стали просто сверхбогатыми людьми, людьми, которые были побогаче многих графов и маркизов в Испании. Вот к этому первому разбору богатств Себастьян Гарселаса де Лавега опоздал. Поэтому он таких богатств не нажил. Он прибыл в Перу вместе с подкреплениями. Вот это вторая волна конкисты. Тем не менее, достаточно рано сыграл в конкисте достаточно важную роль. И, соответственно, после ее окончания получил довольно прочные позиции в завоеванной, назвоеванной испанцами территории. Жил в Куско. Сохранился дом, где он жил, соответственно. Причем в этом отношении нашему герою везет. Повезло, как мало кому. То есть, он жил по долгу в трех местах. В Куско, в Кордове, в Монтире, хронологические в Кордове. И все три дома сохранились. И вот этот союз капитана конкистадоров, одного из предводителей конкистадоров, и ингской принцессы, условно скажем, союз, который, конечно, не был узаконен. То есть, это не был брак. Это было некое сожительство, плодом которого и стал наш герой, инга Гарсиласа де Лавега. При этом отец его, родители через какое-то время после его рождения расстались. Отец его привечал. Он много времени проводил в отцовском доме или рядом с ним. И вот такое как бы получил, благодаря этой специфике своего происхождения, двойное образование. Жил в основном с мамой. Ну, какое-то время с мамой, какое-то время с отцом. То есть, тут как бы точно по годам неизвестно, но, в общем, в сопоставимых долях, наверное, вот этот период его пребывания в Мексике, простите, в Перу, наверное, более-менее в сопоставимых долях в этом плане делится. И не случайно вот это влияние отцовской и материнской традиций у него оказалось очень уравновешенным. Соответственно, с одной стороны, его образовывали и просвещали мать и ее родственники, и ее окружение. И благодаря этому он узнал очень многое, что ни в какие письменные тексты, до того, как он их туда перенес, не попадало. То есть, вот эта устная традиция самих инков. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, его происхождение по отцовской линии открывало ему дорогу к европейскому образованию. То есть, были специальные школы, где, как правило, духовные лица давали какое-то европейское, ну, такое, как бы, христианское образование детям вот таких вот испанцев, которые были рождены в Перу. Владимир Александрович, мне кажется, что он при рождении еще не носил имя Горсиласа Даллаяна. Да-да-да, совершенно верно. Наречен он был Гомес Суарес де Фигеро. Это имя, совсем, на первый взгляд, ничего общего не имеющее с его основным, как бы, известным нам именем. На самом деле, это было одно из имен, которые были в ходу вот в этом разветвленном клане Горсиласа Даллавега. Поскольку в это время не устоялась еще строгая система передачи фамилий, как мы бы сейчас сказали, от отца ко всем его... Потомкам. Потомкам, да. И довольно часто бывало, что, будучи, я не знаю, Горсиласа Даллавега по отцу, на самом деле, он получал, допустим, человек получал имя, скажем, по бабушке с материнской линии, к примеру. То есть, вот это было в ходу, и родными братьями и сестрами могли быть люди, которые носили несколько разных фамилий. Да, я бы хотел еще добавить по поводу образования Горсиласа Даллавеги. Действительно, он получил бесценное образование с точки зрения, как потомка вот этой группы инков, поскольку вся история инков, династическая история, передавалась в виде устной традиции. Государство инков, несмотря на то, что это было огромное государство, которое мы приравниваем по своей форме, такой форме государственности, как империя, и единственная империя, которая была создана в Доколумбовой Америке, государство не имело своей письменности. И для фиксации информации использовалось особое письмо, КИПУ. Это такая мнемоническая система письма, которая пристреляла из себя набор узелков на цветных нитях. То есть, там в основном записывалась информация такого статистического характера. Иногда могли какие-то, может быть, исторические данные записываться, но мы, к сожалению, не можем сейчас как-либо прочитать эту форму записи. То есть, даже записью это сложно назвать. Это форма фиксации информации. И вся история инков, династическая, начиная с самых ранних инков, то есть, с самых, скажем так, начал инкской истории, передавалась в виде устной традиции. Конечно, при передаче через поколение, а первый инк, согласно будущему труду, инк Гарселаса появился достаточно давно, это примерно, наверное, 12 век. То есть, сам инк Гарселаса в будущем приводит список из 13 имен, а даже 14 имен, там, одного инка разбивает на двух человек разных. То есть, он немножко, скажем так, путается в показаниях, в последовательности. Инков, там, собственно, есть две части списка. Одна, такие легендарные инки, восемь правителей, начиная с легендарного основателя, Куска, Манка Капака, и заканчивая легендарными инкой Веракочи, который, согласно будущему сочинению инка Гарселаса и Зловега, победил этих чанков. И, то есть, тем самым начал создание огромного инкского государства. А вторая часть, это, собственно, исторические инки, существование которых зафиксировано в более поздних хрониках испанских, то есть, с началом завоевания и подтверждаются более-менее документально, уже документами на испанском языке. И вот этот исторический период, он в основном относится к 15 веку, не раньше. Поэтому вся вот эта история и легендарный, и исторический период, они передавались устно, и, естественно, Гарселаса Далавега, как человек, который принадлежал к вот этой закрытой такой общине, получал образование, в том числе и сведения об истории своих предков. И это очень было важно, потому что почитание своих предков, почитание правителей было одним из центральных культов уинков, не только уинков, до Коломбовой Америки почитание предков было таким центральным культом, который, скажем так, поддерживал государственность, был центром идеологии какой-либо государственной системы. Получив эти знания в период пребывания в Перу, он затем ими воспользовался, находясь в Испании, потому что потом, когда уже находился в Испании, ему пополнить свои знания фактически было неоткуда, кроме как из того, что он получил вот там, в Перу. Тем самым мы приходим к решающему повороту в судьбе, в жизни нашего героя. То есть, его жизнь очень четко делится на два совершенно неравных, но, по сути, как бы равноважных периода. Это первые 20-20 небольшим лет пребывания в Перу и затем еще 50 с чем-то жизней в Испании. То есть, вот в 20-летнем возрасте, вскоре после смерти отца, получив от него кое-какое наследство, в принципе, имея вполне неплохие шансы на вот такую жизнь среднего метиса обывателя в этом самом куске. Уже не столичном, столичным он был при Инках, а испанцы основали собственную столицу, Франциско Писара основал Лиму недалеко от побережья Тихого океана. Но, во всяком случае, вполне, ну, как бы, не голод гнал его за океан, вполне жизнь его была там более-менее обеспечена. Франциско Писаров, испанский конкистадор, завоеватель Перу, участвовал в экспедиции Алонсо де Ахеде к берегам Южной Америки в 1509 году. В завоевании Панамы сопровождал Мунице де Бальбоа, открывшего Тихий океан. Затем, вместе с Диего де Альмагро, организовал две экспедиции к берегам Южной Америки с целью завоевания государства инков. В 1529 году королем Испании Писарро был назначен правителем Перу. В 1532 году, воспользовавшись межтоусобной борьбой инков, разграбил и уничтожил их государство. В 1535-м Писарро основал город Лиму. Борьба за власть и раздел добычи между Писарро и Альмагро закончилась казнью последнего в 1538 году, но его сторонники вскоре отомстили. Писарро был убит. Гомес Суарес де Федерот бросает это все и с какими-то не очень большими деньгами, но все-таки не совсем лишенные их, пересекает Атлантику, и высаживается в Испании, в Севилье, куда пребывали все корабли из Нового Света в это время. И откуда отправлялись. И откуда отправлялись, поскольку там был такой режим монополии. И отправляется к своему дядюшке, который жил в городе Бадахос, это к северу от Севильи, в Астримадуре, недалеко от португальской границы. Полный тезка его и в то же время дядюшка. То есть, может быть, на это рассчитывал его отец, когда говорил ему, что родственники в Испании ему помогут, если что. Дядюшка, однако, вместо того, чтобы помочь, тут же одолжил у него 300 дукатов. Это приличная сумма по тем временам, которой так никогда и не вернул. И, в общем, довольно скоро наш герой, тогда еще Гомес Суарес де Фигеро, тогда еще негр села Садалавега, понял, что в Бадахосе ему особенно рассчитывать не на что, отправился к другому дядюшке, который жил в городе Монтие. Это недалеко от Кордовой, в Андалусии. И встретил племянника не в пример любезнее. Фактически тот остался жить в его семье, своих детей у него не было, он фактически был усыновлен, и после смерти дядюшки и его жены соответственно унаследовал их состояние. Таким образом устроилась материальная сторона его жизни. В Монтие у него был хороший дом, какие-то возможности благодаря... Ну, конечно, он там был наверняка своего рода диковиной, еще бы, но человек, который и выглядит как такой полуиндеец, и хотя вполне достоверный его портрет не сохранилось, есть два портрета, которые обычно как-то сближают с ним. Один из них, кстати, любопытно хранится в Эрмитаже. Анонимный, но по времени сравнительно вскоре после его смерти сделанный. Так вот, Монтия была городком достаточно захолустным в это время, это такая глухая испанская провинция, но провинция в краю с очень богатыми культурно-историческими традициями. То есть, Кордова когда-то была столицей мусульманской Испании, там стояла вот эта знаменитая Кордовская мечеть продолжала стоять, многие, собственно, весь центр хранил на себе следы арабского прошлого, многие жители, конечно, тоже как бы были потомками в той или иной степени арабов, и в Монтии, в общем, я думаю, ситуация была отчасти сходной. Кордовский халифат возник в 929 году, когда эмир из рода Аммиядов Абдрахман I принял титул халифа. Годы правления Абдрахмана III и его сына Аль-Хакама II были временем экономического, политического и культурного расцвета халифата. Кордова стала в это время одним из самых больших городов мира. Абдрахман установил своего рода протекторат на части в Северной Африке, а христианские правители Пиренейского полуострова в битвах к мусульманами периодически терпели поражение и вынуждены были платить халифам дань. В 1031 году кордовский халифат распался на Тайфа, сравнительно небольшие политические образования с центрами в крупных городах. Вот с этого времени у нас не так много каких-то фактов для реконструирования его биографии. Вроде бы он по инициативе дядюшки, который был таким вот капитаном, какое-то время даже возглавлял вроде бы королевскую стражу испанского короля, едет в Италию, хотя это не в полной мере подтвержденный факт. Вполне подтвержденный факт, что он участвовал в подавлении восстания морисков, то есть потомков испанских мусульман, которые официально приняли христианство, но многие из них втайне продолжали исповедовать веру предков. Их притесняли, их подозревали в том, что вот они на самом деле не настоящие христиане, против них проводились, ну, как бы вводились такие целенаправленные указы, которые всячески ограничивали их жизнь и в конце концов они восстали. И вот в этом восстании, кстати говоря, такой важный довольно эпизод в испанской истории того времени, любопытно, что теоретически мог он познакомиться с другим крупнейшим испанским историком того времени, Диего Уртадо де Мендоса, который тоже участвовал в подавлении этого восстания и потом написал его историю. В нашем случае это важно, поскольку здесь, как и в случае с его испано-индейскими двойственностью, тоже можно говорить о столкновении двух миров мусульманского и христианского. И тоже не могли не видеть образованные умные люди того времени, какой огромный культурный багаж стоит за теми, с кем они сражаются. Да, но здесь можно добавить, что после вот этого итальянского похода Горселаса Доловега получает чин капитана, если не ошибаюсь, и пытается устроиться на службу при королевском дворе. Какое-то время служит, и происходит такое очень знаменательное событие, его удивляемся при дворе испанского короля Филиппа II, где он уже представляется собственно не просто как естественно капитан, участник итальянской кампании, а как потомок инков. То есть он в этот период скорее всего берет себе вот в этот псевдоним, который он скорее всего тогда и берет инка Горселаса Доловега, он делает приставку инка. Насколько он сделал это законно или незаконно, это, конечно, вопрос очень дискуссионный, но если мы полагаем, что он все-таки принадлежал, пусть не к центральной, но к боковой ветве вот этой династии инков, то, по крайней мере, его называть себя инкой он вполне мог с точки зрения родства по матери. В отличие от имени Горселаса Доловега, на которое он как бастард, строго говоря, официально неузаконенный, то есть он, в общем-то, права не имел, тем не менее. И, ну, насколько я понимаю, попытка, точнее, встреча с Филиппом II, это была попытка получить какое-то место при дворе, как выходцы из Перу и представители местной династии, которая формально была вассальна испанской короне. Но здесь Горселаса Доловега потерпел неудачу, возможно, это связано с тем, что Филипп II потерял такой интерес к местным династиям, нужны были какие-то управленцы, которые управляли в колониях, которые имели влияние в колониях. Все-таки конец, вторая половина XVI века, это то время, когда уже прошел вот этот первый порыв, первое завоевание, первое... И начались проблемы с западными провинциями, с восточными провинциями. Да. И, собственно, это было время, когда уже обустраивалась колониальная администрация. Тогда, когда нужно было четко обустроить систему взимания податей, обустроить вот эту внутреннюю жизнь, распорядка, создание какого-то системы управления. И, конечно, Гарселаса Деловега в этом плане не представлял особого интереса для испанской короны, потому что, несмотря на то, что он происходил из вот этой общины инков, влияния никакого в Перу он не имел. Да, он действительно имел определенные связи благодаря родству с отцом, благодаря того, что он являлся сыном своей матери, но никаких реальных рычагов управления у него не было. Поэтому... Ну, а чисто еще к тому времени попал в обалу, насколько я понимаю, из-за того, что он не мог справиться с восстанием Гарселаса в котором происходило. Да, действительно, его отец отличился в первую очередь не с завоевания, а тем, что подавлял восстания, в которых, возможно, на поздних порах принимал участие и сам Гарселаса Деловега. И вот такая позиция, конечно, не помогла ему при испанском дворе, поэтому, не добившись ничего, он уж фактически ушел в оставку с королевской службы и начал уже такой более замкнутый образ жизни. Он осел в провинции, собственно, в своем доме. И вот в этот момент как раз он, видимо, решает приступить к большему такому литературному творчеству, нежели собственной такой, ну, скажем так, карьеры при дворе. Вот те события, о которых мы сейчас говорили, это 60-е и самое начало 70-х. Потом следует период, о котором мы толком ничего не знаем, ну, кроме того, что время от времени он фигурирует как свидетель в каких-то документах того времени, но не более того. Просто вот понятно, что он находится здесь. Пока в 1589 году не выходит в свет первое его произведение. Это был перевод. Перевод очень любопытного сочинения «Диалогов о любви» Леона Эбрео, испано-португальского иудея, который, значит, после жил в Португалии, потом, соответственно, переехал в Испанию, потом оттуда, после изгнания евреев из Испании в 1492 году перебрался в Италию. И там, собственно, жил и опубликовал этот свой главный труд «Диалоги о любви». Ну, такая вот классическая неоплатонистская трактовка любви в духе высокого возрождения. Любопытно, что этот труд уже до этого на испанский переводился. То есть, это не был первый труд. И вот историки спорят о том, чего вдруг он взялся переводить уже переведенный труд, когда столько всего непереведенного, интересного. может быть, чем-то была близка ему вот эта неоплатонистская концепция. Но на самом деле для него это был, наверное, в значительной степени повод просто взяться за перо, взяться за перо, как бы вот отточить навыки и заявить о себе. То есть, готовить читателей к тому, что вот такой есть инка Гарсиласа де Лавега, потомок двух культур, двух цивилизаций, который пишет и рассказывает о том, о чем только он и может рассказать. Пожалуй, ну вот, за исключением такого для него важного для нас относительно маргинального небольшого сочинения сообщения о потомстве Гарси Переса де Варгаса, в котором он разбирает генеалогию своего рода по отцу. Кроме этого, он знаменит двумя произведениями. Это Флорида, первое по времени появление и вот то, что в русском переводе известно как «История государства инков», о которой мы еще вернемся. Что же, до Флориды, то здесь он описывает завоевательный поход Эрнандо де Сото, конкистадора с именем, человека, который отметился как конкистадор в разных походах, в том числе принимал участие в завоевании Перу, и причем сыграл там очень важную роль, настолько, что, подружившись с пленным Атауальпой, он был против его казни, и Писаро смог казнить Атауальпу, только отослав Эрнандо Писаро, старшим из братьев Писаро. То есть, это был человек, который вернулся после этого в Испанию почти что несметно богатым. Но тем не менее поехал. Вот он-то все делал, опровергая вот этот стереотип конкистадора, для которого важны только деньги, богатства, он вкладывает все свои заработанные в Перу деньги, огромные суммы, в снаряжение одной из самых масштабных экспедиций, какие только были в эпоху конкисты. Экспедиция, которая должна была продолжить усилия испанцев в том районе, где за какое-то время до этого потерпели неудачу две или три другие экспедиции. Это район Флориды и к северу от нее, то есть юго-восток нынешних Соединенных Штатов Америки. Он снаряжает туда почти тысячу человек, 950 примерно человек. Это одна из самых больших экспедиций, какие только были в Конкисте. В принципе, вот это парадокс и удивительная совершенно история, что вот та вот эта грандиозная эпопея Конкисты, в ходе которой были завоеваны огромные территории, от Чили до южной части современных США, была осуществлена усилиями нескольких тысяч человек всего. они как правило участвовали, многие из них ветераны Конкисты участвовали в нескольких двух, трех, четырех походах. Конечно, среди них была большая смертность и можно спорить о том, сколько именно их было. Минимальные цифры там 5-6 тысяч может быть, а более такие взвешенные и наверное более реальные может быть порядка 10 тысяч или немножко больше. Все равно очень мало, учитывая масштабы всех этих деяний. Вот, соответственно, тысячи человек собранные в одном месте, это, конечно, очень много. Но экспедиция оказалась с практической точки зрения неудачной. Они отмахали 4 тысячи километров по Америке, сделали замечательные географические открытия, но никаких богатств не нашли. Современники потом укоряли Эрнандо де Сотто, что неудача его была связана с тем, что он только гонялся за вторым Перу и не пытался основывать поселение, потому что без колонизации никакая конкиста не может быть завершена. Я хотел бы добавить, что действительно юго-восточная часть современных Соединенных Штатов это территория, которая не была, скажем так, не входила в состав какой-то цивилизации. Там наиболее высокоразвитые культуры датируются до 15 века, где-то с 11 по 15 века. И после 15 века никаких высокоразвитых культур в основном индейцы, которые жили на достаточно территории. А что же там значения было? Ну, там в бассейне Миссисипи в 11-14 веках существовала так называемая миссисипская цивилизация, это высокоразвитые культуры земледельцев, которые создали такие протогорода, чуть-чуть не достигли уровня государства, и вот они создали такие какие-то материальные богатства, но к испанскому завоеванию эти культуры уже угасли, их место заняли в основном такие кочевые, полукочевые или группы, или люди, которые занимались примитивным земледелием и высокоразвитой культурой ушли. Поэтому, к сожалению, испанцы, которые появились на этой территории во Флориде, в южной части Миссисипского региона, они ничего там найти не могли такого вот с точки зрения высокоразвитых цивилизаций, поэтому повторение там второй Мексики или второго Перу там было просто невозможно. Вот, и, соответственно, экспедиция потерпела провал, сам Эрнанде де Соте разочарованный и утомленный и умер, вернулась меньше третий из тех, кто выступил в этот поход. Это было одно из самых таких очевидных фиаско в ходе конкисты. И вот история этого предприятия стала темой для книги Горселаса Доловеги. Эрнандо де Соте был другом его отца, он как бы знал его еще в Перу, и, кроме того, он довольно много общался с участниками этого похода, выжившими, с одним из которых даже его связывали Инку Горселаса Доловега, связывали какие-то отношения дружбы. И вот для него эта тема стала возможностью впервые сказать о том, насколько значительен не только мир испанских завоевателей, но и мир индейцев. Насколько они могут быть достойными противниками, насколько в некоторых случаях, следуя лучшим традициям испанской гуманистической мысли того времени, он сравнивает индейцев с героями античности, то есть, учитывая, что это эпоха Возрождения, что античность это высшая похвала, какая-то близость к античности, это, конечно, очень существенный такой момент. И вот книга для него самого значила очень много, какого-то однако сверхуспеха она не имела. Может быть, не знаю, вряд ли это связано с тем, что его, скажем так, источниковая база, как сказали бы современные историки, в данном случае была, ну скажем, относительно ограниченной. То есть, он опирался на рассказы одного из участников, что с одной стороны добавляет какой-то конкретики, деталей, с другой стороны он шел, ну как бы следовал представлениям этого участника. То есть, он зависел от его точки зрения, и у него не было каких-то возможностей как-то ее скорректировать, проверить. Во всяком случае, этот труд тоже стал для Горселаса Деловиги своего рода такой вот пробой пера, хотя здесь он уже какие-то важные для себя идеи тоже высказывает. Главное же идет подготовительная работа, которая, которая, судя по всему, в каком-то смысле не останавливалась на протяжении всего его пребывания в Испании, над сочинением, первый том которого вышел в 1609 году под названием «Реальные комментарии инков». Название сразу же навевает воспоминания, аналогию с записками о Гальской войне, потому что они называются «Комментариус» по латыни. То есть, это очевидная, конечно, перекличка. И спустя еще 8 лет, в 17-м году, появляется вторая часть «Всеобщая хроника Перу». Если в первой части он рассказывает о истории, как бы отдает дань традиции с материнской стороны, то есть, рассказывает историю инков до прихода испанцев, то во второй части он рассказывает о истории испанского завоевания державы инков, как бы отдавая должное наследию отца. Любопытные какие-то параллели. Он почти современник Сервантеса, он чуть-чуть старше его, и почти одновременно с ним умирает. Первый том его издается, его труда издается на 4 года позже первого тома Дон Кихота, второй том на 2 года позже второго тома Дон Кихота. То есть, вот такие современники. Так о чем были эти комментарии? Что он на них писал по поводу своих индийских предков? Он подошел к этому труду очень серьезно, и он решил изложить историю инков, начиная с появления самих инков. Конечно, реальные истории того, как инки появились в долине Куска и как они создали государство, он не знал, потому что еще в 15 веке какие-то отголоски реальной истории были заменены на официальный миф. Официальный миф гласил, что региональными основателями Куска были полубожественные правители, точнее пара правителей, это Манка Капок и мама Олькё, которые получили от бога солнца жезл на берегу озера Титикакоп, они пришли в долину Куска, там, где в землю посох легко вошел, там, собственно, была основана столица инков, и Манка Капок стал первым правителем инков. Инка Горселаса Доловека изложил вот этот официальный миф, который существовал, точнее, был принят как официальная точка зрения на происхождение государства инков. Официальная самих индейцев. Да, не просто индейцев, а самих инков, то есть, вот этой замкнутой группы, которая управляла государством. Причем, естественно, идеология сложилась только в середине 15 века, вот в так называемом, с началом так называемом имперского периода. То есть, какие точки зрения на происхождение государства инков до этого времени существовали, мы, к сожалению, не знаем. То есть, мы знаем по некоторым отголоскам, которые сохранились во множестве хроник, и это сейчас один из таких самых дискуссионных вопросов. И далее Инка Горселаса Доловека последовательно излагает, кто такие инки, откуда они появились, чем они занимались, описывает их быт, описывает традиции, описывает какие-то ритуалы почитания правителей. То есть, поочередно, по полочкам все раскладывает с точки зрения описания государства инков. Затем он переходит к так называемому имперскому периоду, то есть, к периоду, когда происходит завоевание. Правда, он немножко путает историческую традицию, он считает, что победа над Чанковей произошла не при Инке Пачакутике, а при его предшественнике легендарном Веракоче. То есть, хотя, на самом деле, это произошло где-то, видимо, в первой четверти, ну, может быть, чуть позже XV века, но он связывает это с легендарным правительством Веракоче, даты правления которых, к сожалению, неизвестны, потому что даже по словам самого Инка Горселаса Доловега это фигуры легендарные. И далее он последовательно излагает те завоевания, которые сделали правители Инков, собственно, Сапы Инки в XV веке, их там, собственно, было всего три человека, которые проводили масштабное завоевание, и подводит уже ко второй части, к завоеванию Перу. Поскольку Горселаса Доловега не был, естественно, свидетелем всех этих событий, он родился только в 1939 году, то есть и знает о завоевании Перу по рассказам либо своих родителей, либо окружения, которые давал им образование. Поэтому он старается излагать истории завоевания Перу, опираясь не только на собственную информацию, но и на информацию других хронистов. Он активно использует испанских хронистов, которые так или иначе описывали историю завоевания Перу. Надо сказать, что произведение, которое было создано Горселаса Доловега, оно было призвано в какой-то мере объединить индейскую и европейскую культуру. Во всем тексте, и особенно во второй части, которая касается истории завоевания Перу, он всегда постоянно и очень уважительно пишет о своих родителях. И он не чурает своего происхождения. Можно было подумать, если он перебрался в Испанию, он подчеркивал бы свое родство в первую очередь с испанской ветви. Однако это не так, он всячески стремится подчеркнуть, что мы имеем дело с таким объединением, с симбиозом культур. И Инга Гарселаса Далавега считается первым метисом, который добился очень видного положения в общественной жизни Европы того времени. И недаром его и называют первым латиноамериканцем. Хотя название достаточно условное, но тем не менее он стремился подчеркнуть и возвысить те моменты, которые связаны с его происхождением, с его родителем, с его родословной. Он всячески стремился в своем произведении подчеркнуть, что индейцы это такие же люди, как и европейцы. Недаром он, кстати говоря, дискутирует с очень интересной точкой зрения, которая появилась в XVI веке и автором который был испанский хронист Бартоломео де Ласкасас. который описывал историю завоевания Мексики в первую очередь, он считал, что индейцы являются потомками десяти колен Израилевых, то есть иудеями. И вот Инга Горселаса Деловека дискутирует с этой точкой зрения и доказывает, что индейцы не являются потомками иудеев, что они сами создали свою культуру. И то есть вот эта дискуссия о будущем в XIX веке она превратится в дискуссии диффузионистов и изоляционистов, которые считали, одни считали, что культуры американские были занесены со Старого Света, другие считали, что они были созданы автономно. Вот она началась еще в XVI, в начале XVII века с произведения Инга Горселаса Деловека. Это тоже очень интересно. Это еще надо, конечно, иметь в виду, что вот такая позиция Инга Горселаса Деловека в Испании того времени в общем сразу же была определенным вызовом. Делала его в каком-то смысле белой вороной. Потому что в это время в испанском обществе очень популярны, господствуют, можно сказать, статуты чистоты крови. То есть подчеркивание ценности такого вот древнего христианского происхождения, которое всякую кровь нехристианскую, будь то иудейская, мусульманская, отвергали настолько, что человеку, у которого в десятом колене был кто-то там из предков принадлежал к этой нехристианинам, мало раса. Именно, кстати говоря, примерно в это время в Испании появляется расизм и слово такое в смысле близком к современному. Так вот, эти самые статуты чистоты крови ограничивали возможность какой бы то ни было карьеры для тех, кто подпадал под их действия. То есть, нельзя было занимать множество самых разных должностей, будь то городские должности, будь то возможность обучаться в университете и много-много-много еще. И вот эти самые статуты чистоты крови, специфическая черта испанского общества на протяжении нескольких столетий, они были в полной мере окончательно отменены только в XIX веке. Конечно, пик их как раз относится к XVI- началу XVII века, когда даже короли вынуждены были считаться, то есть, сталкивались с тем, что им это мешает, они ничего сделать не могут. Допустим, хотят они наградить какого-нибудь полководца или военачальника крестом рыцарского ордена Сантьяго, одной из самых почетных военных наград того времени. Они могут, потому что выясняется, что у него в каком-то колене какой-нибудь предок иудей. И в таких условиях говорить во всеуслышание с гордостью о том, что я метис, я сын вот этих двух культур христианской и индейской, это, конечно, позиция. Орден Сантьяго, точное название, великий военный орден меча святого Якова Компостельского, католический военный орден. Он возник около 1160 года. Первый устав ордена был утвержден в 1175 году кардиналом Жасинда, будущим папой Целестином III. Кандидаты к члену ордена должны были подтвердить благородство происхождения всех своих прародителей. Орденом управлял магистр, которому помогал Совет XIII, имевший право не сложить магистра в исключительных обстоятельствах. К 1499 году сменилось 40 магистров, причем весь 15 век прошел в борьбе королевских домов Арагона и Кастилии за влияние на орден. Перед инкой Гарселаса Деловега состояла очень сложная задача, чтобы представить исторический процесс в достаточно позитивном ключе, потому что нужно было показать европейскому читателю, что инки создавали крупные государства, но тем не менее они были положительными персонажами, потому что у европейцев сложилось после испанского завоевания, когда конкистадоры для оправдания собственных зверств несколько приукрашали зверства самих индейцев, и выглядело это так, что инки были чуть ли не дикими животными. Вот перед ним стояла задача, чтобы это описать, поэтому, конечно, очень многие моменты истории... А что за дикими животными? Каннибализм? Да, массовое человеческое жертвоприношение, ритуальный каннибализм, массовое убийство, карательные отряды против других индейцев. Это, конечно, присутствовало, но испанцами, первыми конкистадорами, это, скажем так, увеличилось в пропорции, потому что только тогда они могли обосновать свои собственные жестокости, с целью которых было уничтожение индейцев. И, конечно, Гарселаса Деловега какие-то моменты истории инков упустил, все-таки, то есть он создал, ну, достаточно такую прилизанную, скажем так... Упустил намеренно. Да, упустил намеренно, действительно, потому что он просто не мог передать все вот эти жестокости. Тогда написание официальной истории государства инков, а он писал именно официальную историю, нося титул инка, вот тогда бы просто терял смысл. Но надо сказать, что произведение, которое получилось у него в итоге, оно теми потомками инков, которые остались в Перу, в общем-то, было принято в качестве таковой официальной истории. И этот факт, ну, с одной стороны, позволяет нам говорить о том, что он все-таки имел право носить титул инку, он принадлежал, пусть не центрально, но какой-то боковой ветви вот этих, вот этой, собственно, группы правящей. А с другой стороны, у него получилось произведение, которое отвечало, ну, тем канонам, тем традициям, которые были установлены еще в 15 веке официальной исторической традицией правителей инков. Все последующие произведения, они уже будут меньше отходить от, собственно, истории писания, будут больше относиться к написанию каких-то административных дел, управления колониями, то есть, вот таким вещами. То есть, хроники 17 века, они совсем чуть-чуть касаются, собственно, истории завоевания, вот, как какую-либо область, которая входила, вошла впоследствии в состав испанской короны и больше уже, ну, каким-то таким текущим делам. Да, поэтому, например, 17 века у нас очень много хозяйственных документов осталось, которые говорят, сколько там, ну, просто снабжены такой статистической информацией, сколько податных, какие податные территории, сколько там домов, сколько деревень, сколько собирают там с них подати каждый год, вот такого рода. А действительно, вот таких хроник в понимании 16 века у нас очень мало и в этом плане, конечно, сочинение Инга Горсила Санновега очень здорово выделяется. И надо сказать, что действительно очень подробное описание жизни Ингов. Ну, во-первых, он писал не только как наблюдатель, но и как человек, который по своему родству принадлежал к тем самым людям, которых он описывал. То есть, очень многие вещи, они фактически, ну, практически с молоком матери впитались и с тем образованием, которое он получил на ранней стадии, своего обучения, когда ему прививали какие-то навыки, культурные традиции Инков, он, собственно, это все знал. То есть, это то, что они могли описать остальные хронисты, поскольку они, вот, там, многие сочинения 16 века все-таки писали с позиции людей, которые принадлежали к европейской культуре, воспринимали индейцев как часть какой-то инородной культуры, которая не поддается такому пониманию европейцев. Некое варварство, что ли, какой-то недоцивилизация, которая что-то создала, но, тем не менее, ни в какое-нибудь сравнение не идет с европейской культурой. Вот. Произведение Инка Горселаса Доловика, конечно, лишено вот этих вот позиций. Он изначально рассматривает индейцев как создателей, вот, собственно, своих соплеменников, рассматривает как создателей великой культуры, великого государства и всячески пытается описать. Именно, возможно, с этим связано и такое доскональное описание. То есть, очень много сюжетов, которых он был хорошо осведомлен из многих источников. И, кроме того, та информация, которой, возможно, он не обладал, связана, ну, в полной мере, возможно, связана с колонизацией, с завоеванием Перу, он потом в Испании уже восполнил работы с документами, того времени, который можно было найти в Испании. То есть, он все-таки какие-то сведения из других хронистов брал, не только на свои собственные впечатления опирался. Все-таки его отделяет от того, о чем он пишет, по сути, жизнь двух поколений, да, то есть, это... Почти сто лет. Много, да. И, то есть, какое-то определенное остранение у него тоже есть, но не такое, как у остальных хронистов, да, которые, которые вот не имели вот этой традиции, к которой он принадлежал. Я бы еще вот какой момент, который мне кажется важным и любопытным, отметил, он, конечно же, соотносится вот с той, идущей, собственно, от самых первых первооткрывателей Америки традицией увидеть в Америке в жизни и в устройстве общества ее обитателей своего рода золотой век. То есть, увидеть какое-то логичное, хорошее, достойное, справедливое общественное устройство, устройство жизни, несмотря на все эти недостатки, которые прежде всего относятся к, как бы, ассоциироваться с отсутствием христианства, и в результате его описания общественного устройства инков оказались созвучны размышлением европейской мысли того времени, ведь не случайно Томас Мор помещает свою утопию где-то у берегов Нового Света. И есть удивительные совпадения в описании устройства города-солнца Томаса Кампанеллы с устройством общества инков, как его описывает Гарселаса Далавека. То есть, в этом отношении труд Гарселаса, конечно, был в русле исканий европейской гуманистической мысли того времени. То есть, с неожиданной стороны, в глухой андалусийской глуши... Мне кажется, даже не просто в русле, он предвосхитил вот это искание, потому что... В каком-то смысле, может быть. Да, стал основой. В период волнения в колониях труд Инка Гарселаса Далавека всегда выступал, скажем так, в авангарде с точки зрения идейных, идейной составляющей, и поэтому колониальные власти всегда, в первую очередь, стремились запретить любую публикацию, любые упоминания труда Инка Гарселаса Далавека. В частности, что-то подобное очень ярко появилось в Аргентине где-то в 18 веке, когда там начались волнения за отделение колонии от метрополии, и, собственно, первым... Ну, одним из первых шагов, который сделал местное правительство, это изъять и уничтожить все экземпляры трудосочинения Инка Гарселаса Далавека. В чем такую опасность они видели? Что, в принципе, индейцы могут обходиться без испанцев? Ну, поскольку в труде было представлено государство, которое существовало задолго до испанцев, которое прекрасно обходилось без испанцев, и, в общем... И отличалось многими положительными качествами, достоинствами. Поэтому, с точки зрения борьбы индейцев за независимость, именно индейцев за независимость в колониях, вот этот труд, он показывал ту модель, наверное, устройство, которое, возможно, было без какого-либо части европейцев. И, возможно, в этом видели опасность. Ну, а сейчас, вот это, наверное, любопытно, да, сейчас, конечно, Инка Гарселаса это некий такой вот символ того, очень важного для Испании направления в ее политике, когда Испания пытается объединить испаноговорящий мир под своей эгидой, да, вот эта испанедата своего рода такая, да, и не случайно Инка Гарселаса Доловыга, который последние годы жизни прожил в Кордове, будучи каноником вот этого собора, мечети, и там же и похоронен, часть останков Инки Гарселаса Доловыга уже в наше время была перевезена на родину в Куско и там перезахоронили. Большое спасибо за очень интересную беседу, ее время истекло, я хочу вас поблагодарить и попрощаться, а с вами, уважаемые телезрители, мы очень скоро увидимся вновь совершая путешествие и историю в поисках истины. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова